Приветствую вас! Вы знаете, ну, я, наверное, хотел бы сказать так, что, вы знаете, правы и те эксперты, которые говорят, что поводов для беспокойства нет, и правы те эксперты, которые говорят, что повод для беспокойства все-таки нет. Другое дело, что, как бы, истина, наиболее подходящая для вас, то есть, вот, та картина ситуации, которая лучше отражает именно то, что происходит с вашим молодым человеком, она выстраивается не на вот таком приглашении, не на таком описании проблемы, она все-таки выстраивается, знаете, как, на более чем-то объемном, на более чем-то таком подробном, если вы понимаете, о чем идет речь, я хочу сказать, что в зависимости от того, какой у вас молодой человек, в зависимости от того, что молодой человек делал, в зависимости от того, какие у него ценности, какая у него была жизнь, в зависимости от того, какие у него были отношения, в зависимости от того, какие у него отношения с вами, зависит от того, была ли у него действительно девушка такая, которую зовут, или звали Олеся, или нет. То есть, понимаете, часто ли мужчина, мужчина вообще оговаривается и бутается, понимаете? То есть, если его поведение, оно типично, оно типично, то надо анализировать ситуацию. Потому что типичность поведения, то есть, определенная реакция человека на внешние раздражители определяется сложным эмоциональным состоянием, эмоциональным поведением. Иными словами, типичность, типичность того или иного поведения вызвана разными, ну, как бы, ситуациями. Это нужно понимать. То есть, если, например, ваш мужчина все время оговаривается, то нужно понять, что заставляет его оговариваться. Например, она говорится, когда сильно волнуется, или она говорится, когда о чем-то напряженно думает, или что-то еще. И, соответственно, исходя из этого, уже можно будет делать вывод. Другой момент, если его поведение, его такой вот поступок, он не типичен для него. То есть, он раньше такого никогда не было. И в этом случае, с большей долей вероятности, можно говорить о том, что мужчина, скорее всего, действительно просто оговорился. Но, опять же, опять же, нетипичность поведения еще нужно анализировать. То есть, чем продиктована нетипичность поведения вашего молодого человека? Когда он поступает нетипично, понимаете? Что было непосредственно перед тем, как у него это произошло? Какие обстоятельства были перед этим? Какие эмоциональные состояния мужчины переживал? И так далее. То есть, вот это все требуется анализировать. И только тогда можно будет дать ответ на вопрос, есть ли повод для беспокойства или нет. Как я уже сказал, если мужчина заговаривается, ну, периодически оговаривается, то это, ну, как бы, не несет, по всей видимости, определенную нагрузку, да? То есть, это не значит, что он думает о другой девочке под именем Олеся. Но это значит, что определенные эмоциональные состояния мужчины. Понимаете? То есть, его оговорка эта означает, что он пребывает в определенном эмоциональном состоянии. То есть, какое оно, это эмоциональное состояние, хорошее или плохое, это еще требуется выяснить. Потому что, ну, требуется проанализировать, да? Вот. Но факт тот, что оно есть, это однозначно. Если же для мужчины это нетипичное поведение, то это череда случайностей. По крайней мере, для вас пока это череда случайностей. Но, понимаете, что это за случайностей, то тоже нужно проанализировать. И вот тогда вам и будет понятно, есть ли у вас повод для беспокойства или нет. Понимаете, я бы не хотел вас обнадеживать по набрасу, но не хотел бы вас и привозить. Вы не написали, значит, вы не написали, сколько времени вы с молодым человеком, ничего не написали ни о нем, ни о себе. Вот, но приведу вам лишь только небольшой пример того, как может трактоваться на ассоциативном уровне, на ассоциативном уровне. Вот то, что он назвал у вас другим именем. Значит, на ассоциативном уровне, это можно трактовать так, что вот он говорит вам, Олеся Укройся, это означает, что он проявляет заботу. И ему самому хорошо, тепло, уютно и так далее. И может быть, тепло и уют у него ассоциируется с именем Олеся. То есть я хочу, чтобы вы поняли правильно. Ему было хорошо и тепло, как с Олеся, и на ассоциативном уровне он мог вас так назвать. Это не значит, что он думает об этой девочке, нет. Это значит, что его тело, его подсознание помнит те переживания, которые он испытывал тогда с ней. И они в силу того, что с ней это было впервые, как бы тепло и уют ассоциируются у него именно с этим именем. С именем, потому что, возможно, он говорил то же самое, с именем, не с самой девочкой. И имя, будучи знаком, знаком, да. Знак – это вот средство словесное, вербальное или невербальное, которое наполняется определенным смыслом. Так вот, этот знак для мужчины и является символом как раз-таки тепла и уюта. И в этом случае можно говорить о том, что да, формально имя связано с чем-то и вопросом, но фактически это не является поводом для беспокойства. Поэтому подходить к подобному вопросу нужно достаточно четко, достаточно, знаете как, не допясть, подробно все анализировать. Дабы все-таки сделать верный вывод, чтобы не ошибиться. Вот, я думаю так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.